Сегодня мы с вами продолжим переводы коротких уроков, да, готовых уроков Рава Хайма Далвара Бенновича. Книге Млахим урок посвящается для безопасности на земле Израиля, спасения всех заложников и излечения всех раненых и больных. Итак, мы дошли до пятой главы, как мы говорили на предыдущей главе. Шлома хотел достичь для еврейского народа большого величия, но это и требовало больших затрат, и в том числе он хотел, чтобы было физически благополучие, да, успех, но не всегда это ведет к духовному успеху. Так вот здесь пророк сначала описывает разные успешные начинания Шлома, и в том числе вот в следующей главе будет очень подробно описано построение храма, как раз подходит к времени, когда мы читаем сейчас недельную главу, Трума, потом Тицавей, потом следующие главы, все связано с переносным храмом в пустыне. Кстати, хавторы, отрывки из пророка, которые взяты для этих глав, в основном взяты как раз отсюда, из книги Малахим. Мы скоро до этого места как раз дойдем, так уж получилось, совпало, что мы как раз изучаем это вовремя, можно сказать. Но вот в пятой главе, которую мы сегодня будем обсуждать, обсуждается еще до того, как переходит пророк к храму, который построил Шлома, обсуждается многое другое, разные его успешные вещи, и вот в том числе странно, что описывается подробно стол Шлома, какие у него были явства. И, конечно, наш учитель не мог это пропустить, да, как может быть, что пророк, который нам описывает только то, что для нас важно знать, не просто книга истории, да, не какой-нибудь там Йосиф Флавий, который описывает, как жили цари в его время, он, да, Ермиягу, наверняка, если описал стол Шлома, то должно быть что-то, что мы отсюда учим. И поэтому действительно кто-то из учеников может такой вопрос спросить, зачем нам нужно знать, что именно ели за столом Шлома, что у него такие богатые были столы, и что именно там было. Так вот, учитель Годи, я очень рад, что ты спросил этот вопрос, я как раз специально из-за этого и начал урок с того, что пророк просто так ничего не пишет. Поэтому давайте подумаем, что, чего не хватает в списке явств за столом Шлому. Знаете, чего там нету? Вина! Как интересно, да, что обычно, казалось бы, за столом должно быть, если есть много разной еды, должно быть также вино. Всегда все пили вино. А за столом Шлома вино как раз не упомянуто. Прекрасно, говорит учитель. Правильно, вина действительно здесь нету. И интересно, что в книге Девриаямим описывается, какие разные виды пищи послал Шлому царю Цора. Ливан, да, Тир, ливанский Тир, назывался Цор. Вот, у них были хорошие отношения, как Тора здесь описывает, с Хирамом, царем. Цора. И там описывается-таки, что он ему послал вино. Не то, что вина не хватало у евреев. Не еврейскому царю он послал в том числе испробовать, наверное, дорогое и очень особое какое-нибудь вино. А у себя за столом он не держал вина почему-то. Как же так? Ну, ответ очевидный, как один из учеников, конечно, ответит, потому что они не хотели напиваться за столом. А другой ученик рассказывает, что, да, когда люди напиваются, бывает, что-то приводит к тому, что ссорятся начинают и разные проблемы с пьяными людьми. Третий ученик, он живет в Америке, да, это урок был, видимо, данный модельный урок был сделан в Америке. Да, так и третий ученик говорит, что наши соседи нееврейские напились на свой Новый год, и потом у них там стали даже постреливать. И, в общем, был жуткий скандал, вот. И ученик говорит, да, все правильно, то есть у царя Шлома за его столом не было вина, чтобы люди сохраняли хороший мозг, хорошее понимание, да, могли, знаете, разбирать важные государственные вопросы и обсуждать, может быть, глубокие темы, да. Не исключено, что многие из, вот, при притч Шлома и многое другое, да, рождалось именно вот в таких ситуациях. Это я уже добавляю. За столом у Шлома все должны были быть в хорошем сознании и не пили вина. И, на самом деле, в притчах, да, в Мишлее описывается в самом конце, там, мама, согласно Хазали, это мама Шлому, то есть сама Батшева, учит его Мусару и говорит, что в том числе нехорошо пить вино много, да, не пейте вино царям нехорошо это, и разным лидерам, розним, да. Никому нехорошо из людей, которые должны оставаться в хорошем сознании, напиваться. Ведь, знаете, проблема еще в том, когда часто люди пьют, что им кажется, что они все еще нормальные, они все еще трезвые, они не понимают, что они уже, у них реакция не такая, уже понимание не такое же. Вот, например, был случай, когда один человек выпил немножко утром после молитвы, да, чей-то Йорцайт был, он там решил, да, бывает, что у некоторых хасидов во время ее, когда Йорцайт чего-то родителя, так они ставят там какую-то закуску и шнапс, как говорится, да, выпивку, он попил, потом сел за руль, его остановил полицейский, и он-то думал, что он полностью, да, что, сколько он выпил, в конце концов, он не то, что даже несколько стаканов выпил, выпил стопочку, но на голодный желудок почти что. Получилось, что полицейский увидел, что он там на какой-то сигнал не нажал, когда поворачивал, например, и он его остановил и стал его проверять. И как выяснилось, он не прошел ни один из тестов, он думал, что он полностью трезвый, а он не прошел ни один из тестов. Потом в Америке за это очень сильно, кстати, карают, в отличие от, например, России, так ему приходилось там, долгое время у него забрали лайсенс, ему приходилось там какие-то проходить учения и тому подобное, все из-за того, что он-то думал, что он трезвый. Оказывается, ни одно испытание, которое у них там сделано для немножко пьяных, он не прошел. И, кстати, в Талмуде говорится, что человек, как только выпил, уже не может отвечать на халахические вопросы. Это учится из главы Шмини в Торе. Человек, который выпил, он думает, что он трезвый. В Талмуде рассказывается, что у Рава однажды спросили один вопрос, он сказал, я уже сегодня был емтов, праздник, я сегодня уже выпил, приходи завтра с этим вопросом. На завтра он говорит, вчера бы я ответил не так, но теперь, когда я в полном сознании, я понимаю, что вчерашний ответ, который мне пришел в голову, неправильный, правильный ответ такой. Это все в Талмуде, в трактате Бейца приводится, эта история. В общем, пить вино – это довольно-таки рискованная вещь для человека, который должен всегда быть в сознании и понимать, что он делает. Особенно Шлома и его советники, да, и его лидеры государства, они все должны были быть в полном сознании всегда. Ну и потом, как пишет автор, к Шлому же приходило очень много разных людей из других стран, какие-то послы там, какие-то цари даже, царица Шева, да, из, видимо, может быть, Йемена сегодняшнего, откуда-то оттуда, да, какая-то приехала царица. И восхитилась потом Шлома, так вот в том числе Шлома блистал своей мудростью, и они видели, что у него за столом никакой пьянки нету. Так, говорит ученик, меня, говорит, отец взял однажды на стол, как говорится, Шулхан Реби, да, как они называют здесь на етиш, тиш, тиш – это стол. Почему-то алибаич называет это фарбрэнгем, но большинство хасидов называют это тиш, когда за столом у Реби собираются хасиды, он что-то рассказывает, и очень интересно. Так учитель, ученик говорит, что вот у меня, мой папа меня однажды взял за такой стол к Реби. И учитель отвечает, что да, это ты правильно сравнил, что стол Шлома в чем-то был похож на стол Равина, у которого действительно люди собираются, слушают его мудрые речи, да. И так далее. Кстати, как раз за столом у Реби, во всяком случае, насколько я понимаю, у Любавича, они такие пьют. Вот видите, у Шлома они не пили, и у Шлома всегда был в полном сознании, и он, и его советники. Вот. Он говорит, что хасиды возродили вот эту идею именно за столом. Во многом, да, именно за столом можно обсудить глубокие вопросы, если только люди не будут напиваться. Так один учитель говорит, я считал, что и французские цари устраивают большие праздники, и там много людей собираются за их столами. Так учитель говорит, да, конечно, у них тоже такое бывает. Это больше напоминает те пиры, которые описаны в книге Эстер про пира Хашвироша, да, там несколько пиров описано. Да, но у них совсем другой тип пиров. Они не для мудрости туда собираются. Ну, в отношении пира Хашвироша мы вообще знаем, что кончилось с тем, что они там решили его советники, и он убить вашти. Да, убить королеву, которая не предстала перед ним. Казах говорят, и так выглядит действительно из текста, что он собирался ее показать голой всем. Когда она отказалась на такое пойти, так он приказал ее казнить. В общем, плохо заканчивается такого типа веселья в кавычках. Поэтому, как говорит здесь автор, лихавдиль, да, что нужно разделить между теми празднествами, которые сделаны для святости, которые делают обычно у Рэби, например, или у царя Шломо, и теми празднествами большими, которые устраивали нееврейские цари в те времена. Теперь ученик спрашивает, я не знаю, при чем здесь этот вопрос, но он спросил почему-то ученик, а Шломо всегда, что ли, находился в Иерусалиме? И учитель отвечает, что, конечно, нет. Шломо ездил по всей стране, и на юге бывал до Элата, и на севере, и, видимо, смотрел, чтобы все происходило правильно. То, что здесь описывается его еда в Иерусалиме, имеется в виду, когда он устраивал большие трапезы. Но на самом деле он такие же трапезы устраивал не только в Иерусалиме, бывали подобные трапезы и в других местах. Говорит, что комментаторы посчитали, что количество еды, описанное здесь, было достаточно, чтобы накормить 60 тысяч человек. Так автор объясняет, что было много разных трапез, которые устраивались, и в том числе не на всех Шломо мог сам присутствовать лично. Но он пытался сохранить мир, так сказать, дипломатическим путем. В его время был полный мир, поэтому здесь это описывается, что так как в его время был мир, это, говорит, одна из причин была в том, что он приближал все соседние государства, и устраивал большие празднества, и приезжали наверняка послы, и в том числе иногда цари участвовали во всем этом. И, соответственно, эти трапезы, на некоторых из них Шломо мог сам присутствовать, на некоторых он лично не присутствовал. Но они приводили к более, так сказать, хорошему отношению в общем между странами. Сегодня же тоже, когда приезжают, например, какие-то делегации из одной страны в другую, их обычно кормят, и они вместе сидят, беседуют. Сближает сердца, так сказать, трапеза. И вторая часть урока к нашей же главе по отношению к лошадям, которые были у Шломо. Вот это пример, когда немножко пророк описывает инфраструктуру. Про многих царей мы не знаем, насколько они успешны были в отношении физических достижений. Но вот про Шломо описано более подробно, и в том числе то, что у него, на самом деле, это вроде тоже один из видов скрытой критики. Что именно Тора говорит, чтобы не было слишком много у царя лошадей. И что это привезет к тому, что евреи будут постоянно жить в Египте, чтобы оттуда в основном лошади экспортировались. Поэтому нет сомнений, что это, в принципе, приводит скорее как к критике, но тем не менее, Шломо, который думал, что он такой мудрый, что ему удастся обойти данные запреты, что эти запреты относятся только в определенных ситуациях, и в его случае не относятся. Как говорят наши мудрецы, есть три случая, когда Тора описала причины на запреты, и все три привели к тому, что Шломо думал, что к нему эти причины не относятся. И во всех трех случаях получилось, что таки сбылось, к сожалению, и в случае Шломо сбылось то предостережение, которое Тора дала. Но в любом случае, в эту Шломо была целая похожая система. Вот знаете, в Америке в свое время очень во многом они выросли через машины. Они сами делали машины еще в 20-е, даже раньше годы делали лучшие машины в мире, наверное. И дороги в Америке были одни из лучших, и очень много было стоянок разных, и заправок, и так далее. И это дает возможность, многим людям дают работу, разумеется, инфраструктура очень зависела всегда, особенности в старые времена. Огромная часть Америки, большая часть, целые штаты, фактически, Rust Belt здесь они называются, штаты, которые занимаются автомобильным строением и тому подобное, вдобавок по всей стране в ветви дорог. Так вот, похоже, в древнем Израиле что-то подобное было сделано с лошадями. И вот это сейчас будет обсуждать автор. Значит, назвал он свой урок «Лошади при службе мудрости шлому». Так ученик спрашивает, почему здесь мудрость, да? Что такого мудрого-то там было в отношении лошадей? Так один ученик хочет сказать, может быть, потому что сама лошадь считается умным животным. Учитель говорит, я, говорит, не обижен вопросом первого ученика, но я не имел в виду то, что ответил второй ученик. Значит, нужно понять, что зачем вообще нужно так много лошадей? Зачем шлому они были нужны? Ну, ученик говорит, у всех старыми царей было много лошадей. Сегодня тоже важные цари, да, даже в Европе остались в некоторых странах цари, у них есть лошади. Да, это считается как бы красивые, дорогие лошади, да, это считается, видимо, почетно для царей ездить с упряжками красивых лошадей. И потом они еще участвуют в разных там гонках, да, и очень многие любят, особенно в Англии, в других странах, любят вот эти гонки лошадей, скачки всякие. Так вот, опять же учитель говорит, что нужно опять вспомнить хавдалу или хавдиль, да, что есть разница, что у шлому лошади были, как говорится, автомобиль не роскошь, а средство передвижения, да. У шлому лошади были не для красоты, не для того, чтобы участвовать в каких-то соревнованиях или ставить ставки на то, кто быстрее пробежит. Да, ничего подобного у нас не написано. Лошади были нужны именно для инфраструктуры, для того, чтобы соединить всю страну. И так выглядит из того, что написано в Диверяяме, что было, говорит, 40 тысяч у него по всей стране были вот эти места, вот то, что сегодня была бы заправка, да, эквивалент заправки в те времена или стоянки. Были места, где лошадей можно было поменять, можно было накормить. Вся страна была пронизана дорогами и вот этими заправками, так сказать. И таким образом шлому соединил всю страну. Знаете, ведь вообще Израиль это же очень маленькая страна, но это сегодня, потому что мы ездим на машинах с большой скоростью. А когда-то расстояние даже для Израиля, ведь тому, например, что люди, когда пешком пришли после паломничества храма, у них занимало пару недель, пока они дойдут до границ Израиля. Правда, тогда границ Израиля были больше, чем сегодня, но в любом случае, если пешком двигаться, то двигаются обычно очень медленно. И даже Израиль это тогда огромная страна. А вот если двигаться на лошадях, то можно действительно проскакать весь Израиль, особенно если есть возможность вовремя поменять лошадь или накормить ее как следует, дать ей отдохнуть, то можно за несколько дней, наверное, проскакать весь Израиль. Кроме того, конечно, так же как сегодня, большая часть транспорта это грузовики, которые что-то перевозят, еду, например, и тому подобное. Так же и тогда нужно было, таким образом соединялась страна, можно было импортировать. Я уже добавляю от себя, наверное, из одного колена в другой, как сегодня из разных штатов Америки везут. В одних штатах производят, например, апельсины, везут по всей Америке. Там разные колена, например, было колено Ашера, они производили очень много масла оливкового, и потом всем коленом развозилось это, знаете, как благословение Ашера, что барух ми бани Машер. Все сыновья будут выставить Ашера, потому что у него много будет масла, и всем нужно масло было оливковое в те времена. Ну и, конечно, для строительства храма тоже нужна была хорошая инфраструктура, что можно было перевозить камни и другие материалы, которые требуются из Ливана, они везли в основном. Во всяком случае, больше уже не кажется смешным связь между мудростью Шломо и лошадями. Да, согласны теперь ученики, что без сомнения мудрость Шломо очень распространилась, наверное, и на соседние государства, когда они увидели, как хорошо все построено в Израиле в отношении дорог и лошадей. Так спрашивает ученик, разумеется, невозможно не задать вопрос, который я уже немножко его коснулся, а именно насчет запрета царю иметь слишком много лошадей. Может быть, ученик как раз недавно учили в Торе, что нельзя иметь царю слишком много лошадей. И учитель отвечает, что да, Тора запрещает царю иметь слишком много лошадей, но это только если он для себя, именно для того, чтобы кичиться этим, показывать всем, как у него огромное количество лошадей, какой он важный царь, вот тогда нельзя. А для инфраструктуры никакого запрета нет. И все равно некоторые говорят, что слишком переборщил Шломо, я не знаю, почему говорят, что это некоторые говорят, вроде это очевидно, и самого Танаха, что Шломо ошибся в этом. При сомнении Ахазаль так считали, что это была одна из трех ошибок Шломо, так же, как он и в других вещах переборщил. Но он все, так сказать, хотел сделать очень крупно, да, у него все было гигантским, я уже говорил про это. И мы увидим даже в храме, у него, например, не одна минора была, а десять. Вот мы сейчас читаем в нашей главе про минору, которая стояла в храме Моше, в храме, в пустыне, в Мешкане. А у Шломо было десять минор, десять столов. Про построение храма Шломо мы начнем изучать следующий урок, как раз завтра, видимо, без Раташем. Ну, в любом случае, Шломо, возможно, что переборщил или действительно переборщил, и так много лошадей в результате у него появилось, и люди действительно сели в Египте многие евреи из-за этого, чтобы переправлять, да, быть посредниками переправки лошадей в Израиль. И, вдобавок, и для народа, так сказать, это оказалось тяжелым временем, да, потому что лошади требуют большого ухода. И, да, ведь народ, когда бунтовал против царства Шломо в конце, когда Шломо умер, они же отделились, большая часть евреев, как мы рассказывали уже, и будем это в этом читать позже. Но, в том числе, у них были чисто физические причины. Это было как бы с небес, в том числе, но и были причины личные у народа. Они, в том числе, считали, что очень тяжело, ушло ему большие налоги, очень тяжелым он сделал свой ермон. То есть, люди не хотели таких достижений. Кстати, в Америке, еще в свое время, когда Ильф и Петров побывали здесь и написали одноэтажную Америку, они говорили, что вот здесь, например, многие из людей, которые содержат свои вот эти бензоколонки и подобные, они действительно хотят этого, они им нравятся, они много работают, очень тяжело работают, но им это нравится, они именно хотят работать в этой индустрии. Американцы вообще были очень работящими до недавнего времени, была одна из самых работящих наций. И именно хотели, вот у них этот маленький бизнес, они все вкладывают, семейный бизнес часто, они все вкладывают, чтобы бизнес процветал и работают по много-много часов. Вот. Евреи, видите, в те времена, похоже, не поняли плана Шлому и наоборот. Считали, что он слишком переборщил, слишком тяжелым сделал свое ермон о них. Так спрашивали тогда ученики, если так, то, значит, получается, Шлому не такой уж был мудрый, если он все это не предвидел. И в том числе, то, что евреи оказались в Египте из-за всего этого бизнеса с лошадьми. И учитель отвечает, я уже говорил не раз, что Шлому был очень мудрый. Посмотрите, что про него здесь написано. Удивительное выражение. Один учитель говорит, написано, что у него было хохма и твуна. Он был очень мудрый и понимающий. Твуна это что-то близкое к бина. Понимание. Мудрость и понимание. На этот учитель говорит, это как раз неудивительно. Такие выражения есть и в других местах. Какое здесь выражение удивительное, которое только здесь встречается. Ученик говорит, что у него было широкое сердце, как песок на морском берегу. Действительно, очень странное сравнение. И автор говорит, что я не нашел в комментариях, как вообще объяснить, что это точно значит. Значит, мне кажется, что он мог заниматься сразу многими делами и не путаться. Шлому пытался добиться очень больших достижений. И в отношении строительства, в отношении распространения Торы, распространения мудрости. У него там были корабли, которые отсылались в заморские страны. Очень сложная торговля тогда же вообще. Очень сложно было все это организовать. Будем очень рискованно вообще ездить в заморские страны. Поэтому такая огромная была прибыль после каждой удачной поездки. Такой душлом. И на самом деле удачные поездки в основном и происходили. И рутинно привозили золото, в том числе, из далеких стран и тому подобное. Это все описывается. В отличие от, скажем, одного из его потомков, там позже будет описано, что его корабли разбились. Он тоже пытался вместе с северным царем послать корабли в заморскую страну. И они разбились. Да, всякое бывает. Но там, конечно, было в том числе за его грехи. Во всяком случае, шлому начинаний было очень много. В разных совершенно вещах. И они были очень успешные. И он во всем этом видел еще и духовную цель. Что надеялся, что люди таким образом поднимутся на высокий духовный уровень. Но так не получилось. Все, что написано в книгах пророков, это нам пример на все поколения. То есть получается все-таки, что пример шлому стал для нас примером как раз как не делать в подобных ситуациях и быть осторожным. Но я не понял, в чем все-таки его ответ. Если действительно шлому такой был мудрый, как же он мог не предвидеть те негативные стороны, которые потом всего этого вышли. Мне кажется, он хочет сказать, что шлому был первым, кто попытался до такого уровня поднять еврейский народ слишком быстро. И теперь мы уже можем выучить из этого негативный урок. Но шлому не мог знать заранее. Знаете, все могут учиться на уроке, когда уже этот урок был проделан. Знаете, вот так же как в науке бывает, что первооткрыватель, да, его сравнивают с ледоколом. За ним уже идут остальные корабли. Да, что если человек открыл что-то, потом уже легко это объяснить любому. Но впервые открыть очень сложно. Так вот, решения шлому, они на базе того, что он знал в тот момент, были вполне логичными и очень мудрыми. И он во многом преуспел. Но еврейский народ не выдержал этого всего и кончил с делом бунтом. Но о самом бунте, да, и о других его причинах мы еще будем читать через несколько уроков, я думаю. И на этом я на сегодня закончу. Если вам нравится видео, пожалуйста, жмите лайк. Урок посвящался для безопасности на земле Израиля, спасения всех заложников, извлечения всех раненых и больных.